Добрый день, уважаемые родители! Сегодня по многочисленным просьбам я знакомлю вас, показываю технику японского массажа, который называется массаж гуаша. Массаж гуаша достаточно полезный для улучшения кровотока, для снятия какого-то гипертонуса мышц спины прежде всего. Ну и плюс, учитывая, что он захватывает определенные биологически активные точки, он полезен при ряде проблем, которые могут возникнуть у человека, связанные не только с болями в спине, но и с какими-то гинекологическими проблемами, с какими-то проблемами печени, желудочно-кишечного тракта и так далее. Массаж осуществляется по биологически активным точкам. Ну, для тех, кто углубленно изучает вопрос, могу сказать, что это точки центрального седьмого меридиана, меридиана мучевого пузыря, и расположены они в определенных местах. Места от позвоночника есть три линии. От позвоночника от седьмого шейного докопчика мы проводим линию полсантиметра в сторону от позвонков позвоночника влево и вправо. Дальше идет полтора сантиметра от позвоночника и два с половиной. Получаем три вертикальных линии. По этим линиям располагаются точки этого меридиана, которым и происходит техника массажа гуаша. Прежде чем... Да, сам массаж гуаша осуществляется приспособлениями, скребками. Они разных форм, но лучше брать формы, у которых есть заостренные концы. Это удобнее и более эффективно. Мы берем совсем небольшое количество масла. Масло может быть самое разнообразное. В избежании каких-то аллергических проявлений можно брать обычное детское масло, чуть-чуть смазывая область нашего воздействия. И дальше техника построена на так называемом скоблении. Гуаша в переводе с японского – это скобление. Поэтому мы начинаем движение, скоблящее движение вдоль всех этих линий. И получается даже на этом месте мы получаем вот такую красные полоски. У людей более чувствительные. Эти полоски возникают практически сразу и держатся довольно долго. Это не страшно. Мы проходим по одной стороне, мы проходим по следующей вертикали и по третьей вертикали. Движение осуществляется вот. Мы скоблим, как будто вы натираете там какой-то фрукт на терке, двигаясь туда-сюда с нажатием. И таких проходов может быть 3-4. Желательно после каждого прохода сделать поглаживающие движения с учетом застоя крови и лимфы в соответствующей системе. Вот видите полоски. Ну, скажем так, цвет полос, их продолжительность, она не о чем не говорит. Не надо думать, что если вот красные полоски сильно, то есть проблемы и так далее, и так далее. Это определенная техника массажа. Мы должны знать, что эти полосы могут держаться где-то до двух недель. Это нормально, это не страшно и, самое главное, не больно. Техники массажа гуаша можно делать практически в любом возрасте, начиная от новорожденных, а ребенок боли не ощущает. Ощущает движение, как будто его как-то так вот немножко царапают. Ничего в этом страшного нет. Теперь, пользуясь случаем, я вам покажу еще моменты, связанные с такими вот не совсем обычными массажными действиями. Вот есть такой тренажер, который называется аппликатор Лепко. Посмотрите, в отличие от аппликатора Кузнецова, там есть иголочки. Иголочки из разных металлов. И вот этот вот шарик с ручкой, он очень хорошо усиливает крово и лимфоток. И мы проводим по мышцам, особенно спины, вот, и движение, ну, ощутимые движения покалывающие, но резкий приток крови, резкий приток лимфы, усиление лимфы снимает болевые ощущения в местах. Особенно это важно, и особенно это, как бы, можно применять у детей, имеющих повышенный тонус или гипертонус мышц. Это может быть следствие каких-то ДЦП, это может быть следствие нарушения кровоток коры головного мозга и так далее, и так далее довольно часто. Причем это делается не только на спине, но и, допустим, на ногах, если есть повышение тонуса. Посмотрите, это, ну, так достаточно бывает щекотно, но, тем не менее, эффект очень хороший. Это делается, вот, это можно делать у детей, у которых повышенный тонус мышц стопы ходит на пальчики, как одно из моментов, связанных с тем, что, вот, как комплекс лечения. Кроме этого, я хочу показать вам вид массажа, который называется массаж баночный. Баночный массаж вы можете применять не только для улучшения кровотока и лимфотока спины, для изменения тонуса спины, но и при таких заболеваниях, часто встречающихся у детей, как ОРЗ, бронхиты, то есть заболевания, сопровождающиеся кашлем и патологией верхних дыхательных путей. Значит, когда-то, да, мы пользовались старыми стеклянными банками, там, с огнем, поджигали, это все горело, это могло капнуть, это было небезопасно. Сейчас все делается просто, везде в аптеках есть такие силиконовые банки, посмотрите, они совсем недорогие, они очень удобные, в комплекте продаются иногда 8 штук, ну, достаточно 4, чтобы у вас было в наборе. Значит, ставятся они обычно практически на любые места, за исключением, посмотрите, области почек, это район последнего ребра до тазовой кости, вот эта область, сюда банки не ставятся, да, запомнили, легко найти, вот мы находим последнее ребро и мы находим бугор тазовой кости, подвздошной кости, вот, вот это место, оно должно не участвовать в этом процессе. Значит, как правильно ставить, как правильно сначала делать баночный массаж? Берется обычно масло, чаще всего, напоминаю, лучше всего бородецкое масло, смазывается небольшой участок, не надо смазывать все, небольшой участок, потом мы берем банку, посмотрите, сжимаем ее до конца, то есть банка сжата, она не имеет, да, вот, мы ее сжали, потом вот эту сжатую банку, не опуская, мы ставим на смазанный участок и отпускаем только потом. Банка втягивается. И вот, смотрите, если мы говорим о лечении бронхолегочных заболеваний и кашля, то мы можем просто, как когда-то стеклянные банки, поставить на какое-то время и дать возможность наполниться кровотоком. Но чем хороши банки силиконовые, в отличие от стеклянных? Они начинают двигаться. И дальше мы осуществляем движения. Можно осуществлять движения по ходу мышц, и тогда мы работаем с мышцами. Можно осуществлять движения круговые, и тогда мы работаем с именно участком бронхолегочной системы, вызывая очень глубокое действие на бронхи, на легкие, разжижая и убирая мокроту. Вот банка движется. Сейчас мы ее как следует поставим. Банка движется по кругу достаточно легко. И это ощущение может быть не очень приятное, но нет боли, есть ощущение того, что вытягивает. И вот посмотрите, вот это место, оно достаточно сильно наполняется кровью и лимфой. Соответственно, мы получаем очень хороший, очень эффективный лечебный эффект. Рядом банка стоит, видите, вот остаются следы. Следы практически уходят очень быстро, но иногда они могут быть немножко дольше и так далее. Вот эти приемы, вы можете их использовать самостоятельно. Вы можете их использовать не только у маленьких детей, но и у детей постарше, у взрослых. Членов вашей семьи для того, чтобы ускорить процессы выздоровления, ускорить процессы заживления. И таким образом сами припринять какие-то определенные шаги для улучшения здоровья ваших детей, для их излечения. Сейчас благодарю вас за внимание и обращайтесь, если возникают вопросы или какие-то просьбы, что-то показать, рассказать о чем-то. Мы всегда рады вам помочь. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok